Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня пятница, это значит я пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Так, как мы видим на брокерском счету в фонде ликвидности, вот в ВТБ находится 288 рублей 45 копеек. 2000 рублей я внес, но у меня был долг 1933, да? На прошлой неделе покупал 10 тысяч акций компании ФСК ЕСП, но долг пришлось погасить. И будем сегодня совершать покупки также в кредит и постепенно долги отдавать. Ну давайте начнем смотреть, как менялись показатели компании на недельном графике и будем совершать покупки. Начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот у нас на недельном подрастает, подрастает на полпроцента, но без каких-то серьезных взлетов, падений. Аэрофлот сейчас находится в боковике. Все так же по Аэрофлоту идут убытки. Да, компания работает в минус, пытается гасить свои кредиты, свои долги, но пока как-то не очень успешно. Но все-таки компания сильная. Аэрофлот находится под государством. Я считаю, что перспектива роста все-таки будет. И продолжаем инвестировать в Аэрофлот. По Газпрому. Газпром также подрастает почти на 1%. Газпром на этой неделе показал свои исторические максимумы, обновил свои рекорды. Пробил 300 рублей за одну акцию. Была цена в моменте 301 рубль. И это, конечно, не может не радовать, что Газпром... У меня средняя 255 рублей. Да, если бы, конечно, по 150 покупал, то было бы еще намного приятнее бы. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. По Магниту. Магниты у нас подрастают также на полпроцента. Потихонечку там пришли новости, что Магнит купил все-таки Дикси. Состоялась сделка. И еще и Дикси там не тысяча магазинов, там по две тысячи магазинов, да, будет принадлежать Магниту. И это, конечно, не может не радовать меня, как инвестора. Московская биржа. Московская биржа подрастает на полпроцента. Это на недельном графике мы видим. В принципе, ну, не скажу, что цена, конечно, хорошая для входа. Хотелось бы видеть бы и поменьше. Я наблюдал, как Московская биржа стоила и по 90 рублей, да, и по 100 рублей. Но тогда не инвестировал. Тогда, конечно, другие были интересы. Но покупаем по тем ценам, которые сейчас у нас есть. МТС. МТС у нас подрастает на 2%. В принципе, хорошо себя чувствуют. Также по МТСу планируются дивиденды. Контрольная отсечка до 0,8-10-21. Выплатит за второй квартал 2021 года 10 рублей 55 копеек. За первый квартал выплачивал 26 рублей, почти 27 рублей. Но за второй квартал, видим, чуть-чуть помеш, но, тем не менее, приятно. Роснефть. Роснефть у нас в минусах на этой неделе. Минус 1% практически. Также Роснефть выставила свои дивиденды. Дивиденды, можно сказать, за второй квартал жирнющие. 18 рублей за одну акцию. Контрольная отсечка до 0,7-10-21. Осталось тут буквально 40 дней для покупки Роснефти, получения. Но я вам скажу, что это хорошие жирные дивиденды. Сбербанк. Сбербанк у нас снижается. Снижается на 3%. Конечно, интересно было бы Сбербанк увидеть и по 350. Но мне, как инвестору, если бы я фиксировал прибыль по 350, вообще была бы сказка. А так, конечно, покупать по 323 рубля, но это прям космос, конечно. Северсталь. Северсталь у нас подрастает на 1%. Также по Северстали планируются дивиденды. Контрольная отсечка до 31.08-21. Осталось буквально 4 дня. И отсечку закроет. Может, и Северсталь немножко и упадет. Выплатит 85 рублей за одну акцию. По Северстали это, конечно, хорошие жирные дивиденды. ФСК ЕС у нас подрастает на недельном на 2%. И немножко начинает отыгрывать свои позиции. Яндекс. Яндекс, наконец-таки, пробил 5200. Подрастает на 3%. И я надеюсь, что, конечно, эта тенденция роста по Яндексу продолжится. Так, ну вот, такой кратенький сделали обзор по моим компаниям. Посмотрели, как менялись показатели моего портфеля на недельном графике. И давайте совершать покупку. Ну, я, в принципе, уже понимаю, что хочу купить. Это, чтобы сильно в долги не влазить, я возьму 10 акций компании Аэрофлот. В принципе, по Аэрофлоту все понятно, да. Ну, цена для входа, конечно, я думаю, стоит. Стоит так рисковать, и Аэрофлот восстанавливается. Ну, давайте нажимать купить. Количество лотов. 1 лот, 10 акций. Количество доступно для покупки за счет собственных средств. Ну, как обычно, 0. Нажимаем 1. Нажимаем готово. Будем брать в кредит, да. Итоговая цена 677 рублей 20 копеек. Комиссия брокера 0,33 копейки. Комиссия биржи 0,06 копейки. Нажимаем купить. Вы планируете купить активную вашу сумму, чем у вас есть на счете. Ну, да. Нажимаем подтвердить. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания Аэрофлот в количестве 10 акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 70 акций компании Аэрофлот. В минус ушел на минус 677 рублей 54 копейки. Но ничего страшного. На следующей неделе этот долг мы погасим. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь отвечать на все комментарии. Обязательно ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции, российские компании. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока.